Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Хочу дать совет самостройщикам и вообще людям, которые задумались о приобретении головного света. Начну сдалека. Стройка часто заканчивается, когда становится темно. Но при этом еще тепло и еще полонтый сил и здоровье, еще работать и работать хотелось бы. Но, допустим, уже в августе рано темнеет. И часто мне приходилось заканчивать стройку, потому что ни черта не видно. Что я только не придумывал. Ставил на штатив прожектора. Это давало что-то, но не все. Это давало освещение большой площади, но конкретно место рабочее. Ну, никак ты не мог, нет света, не хватает. Прожектор дает очень сильную тень. Контраст такой. Здесь светло, здесь уже темно, кромешно. Сам прожектор стоит, к примеру, сзади или еще где-то. Ну, недостаточно света. Когда ложишь блок по причалке, по бечевке натянутой, там тебе нужно посмотреть, чтобы там зазор был 2-3 миллиметра от натянутой веревки до блока. Не видно. Ставил я прожектора на штативы. Ставил, облаживал себя там тремя фонариками. И все равно, как ни крути, ну, никак не получалось у меня получить комфортный свет. Я настроение пропадало. Убирал, собирал инструмент. На этом стройка моя заканчивалась. Начал я изучать тему по поводу освещения. Налобных фонариков. Начал смотреть простые, очень большие. А, добавлю еще про прожектора. Вот у меня здесь 3 в руке. Один еще висит, я его не снял. 4 прожектора фирмы компании Космос. Не, у меня их даже 5, наверное, или 4, ну, неважно. Вот, два 100 ваттных, один 50 ватт и еще один 50 там где-то висит до сих пор. Лень снять. Горят, сволочи, моментально. То есть, ну, как моментально. Гарантийный срок они выхаживают и все. Как будто таймер ставят. Я не знаю, что... Свет, вот свет мне нравится у Космоса. Свет красивый, все беленько. Не синюшный цвет, люблю белый цвет. Эти выдают. Брал такие же характеристики другой фирмы, прожектор пришлось вернуть. Синюшный цвет не нравится, а белый люблю. Все, единственный плюс. Цвет, свет красивый, яркий. Если 100 ватт, то он светит хорошо. Видите, прожектора Космос горят. У меня. У меня напряжение на сети 240 вольт. Ну, в зависимости, в сельской местности. Там 220, 240. Ну, скорее всего, вот так вот колебания есть небольшие. Если они настолько нежные... А, здесь указано 220-240 вольт. В общем-то, в этих пределах они и работают, и горят. Проходит гарантия, за гарантией где-то месяц, а то и меньше. И все. Прожекторы эти выкинь вон. Это про компанию Космос. Купил сейчас прожекторы компании Ферон. Ну, это не реклама, это я просто показываю. Почему купил именно вот эти прожектора? Потому что у них гарантия 2 года. На компанию Космос идет гарантия год. На компанию Ферон идет 2 года. Только лишь по этой причине я взял. Пока что, ну, не сгорел еще, не знаю. Про компанию Ферон понятия не имею. Ферон. Ферон, Ферон. Брал по одной причине. Потому что гарантия 2 года. А теперь мы поговорим о действительно крайне удобной вещи. Сейчас опять скажут реклама, реклама, хер там реклама. За свои кровные купленные. И просто делюсь мнением с тем, кому интересно вообще. И кому, чтобы облегчить, чтобы вот этот этап выбора пройти сразу без мучений. Вот налобный фонарик. Вот такого типа. Поставляется в такой коробочке. В комплекте идет Type-C кабель. Это нет, это не этот кабель. Ну, не суть. Короче, идет кабель в комплекте. Фонарик. Слушайте, может там кабеля нет? Не, вроде был. Не, был, был, был. Был просто, я уже забыл. Заряжается от разъема Type-C. То есть, любой современный телефон зарядит его. Вот и аккумулятор такого типа идет. На сколько он? На 3000 мАч. Почему остановил выбор на этом фонарике налобном? Начну с далека. Когда начал выбирать фонарики налобные, изобилие огромное. И в Китае у нас по три лампочки, там и лента светодиодная. Короче, черти что там. Ну, в смысле, выбор огромен. Выбор большой, толку непонятно. Смотрел блогеров, которые налобные фонарики тестируют. Все почему-то как один сводили к тому, что дальность, вот максимальная дальность. Насколько далеко они светят. Вот как ни возьми, сразу вот выходит блогер вечером, включает максимальную дальность, там 100 метров, 150 метров. Наверное, кому-то это интересно, но мы говорим о налобном фонарике. А налобный фонарик, его функция должна быть не дальность, а близость, чтобы он тебе освещал перед тобой рабочую зону. Начал смотреть на Алиэкспресс. Разный смотрел и везде как один, один дальний, второй ближний. Вот, к примеру, два светодиода, ближний и дальний. Ну, ладно, думаю, я же не в теме в этой. Ну, ближний и дальний, значит, так и есть. И все, обзоры смотрю, там, как обычно, дальность, дальность. Ну, один, всего один я отзыв человека я прочитал, вот случайно. В основном все там, в основном хвалебные отзывы, все хвалебные, хвалебные. Такие фонарики, так хорошо все видно. И только один человек, вот я помню, что, наверное, явно, что подобного типа человек, как я, строитель, нашелся, который описал о том, что вблизи ярко, слишком ярко при любой настройке, а дальность, зачем она нужна? То есть вам для работы нужно осветить зону рабочую перед вами. Не надо вам дальность 100 метров, 150 метров. Вы дайте мне 10 метров или 5 метров или 3 метра, но чтобы у меня было светло передо мной, чтобы все было видно, чтобы я мог увидеть миллиметры между, опять же, между блоком и причалкой, либо еще что-то. В том обзоре, в том отзыве я нашел, что, оказывается, есть ближнего света, есть фонарики с ближним светом. В этом налобном фонарике два светодиода ближнего света. Заказал, не пожалел ни на грамм. Я вам, петься, отвечаю. Вес этого фонарика очень небольшой, как и габариты. Он дает такую свободу. Это не описать словами. Это не только надо попробовать, а ты узнаешь это только лишь попробовав. Не и прожектора. Вы хоть обставьтесь прожекторами, но невозможно. Вот если вы работаете на стене вечером, когда уже притемно, прожектор вам не... Это надо один ставить снаружи улицы, снутри. И, короче, ну это чушь собачья. Это крайне неудобно. Это... Либо кто-то стоял, чтобы освещал. А в любом случае ты блок положил, перегнулся. Здесь уже темно. А ни черта не видно. Бери фонарик, свети. Где там что? Руки освобождает просто, блин, все. У тебя везде светло. Вот куда ты голову не повернешь, тебе везде свет. Если говорить про дальность этого фонарика, он тоже светит очень далеко. У него 5 степеней яркости. На максимальной яркости он, конечно, как и любой, начинает греться. Ну и освещает он очень далеко. Но она не нужна. Я работаю в основном здесь 5 степеней на третьей степени яркости. Бывает на второй. В зависимости от восприятия, насколько близко надо. Фонариком вы этим будете пользоваться везде. Даже обычный поиск вещей в шкафу, либо в мастерской, либо еще где-то. Очень удобно. Он вот куда ни посмотришь, и везде свет. Не оттягивает. Ну ты в любом случае чувствуешь что-то у тебя на лбу. Ну в общем... Не добавить, не прибавить. Вещь отличная. Вот если кто хочет, я ссылку... Стоит он тоже недешево, кстати. Он недешевый. Это фирменный фонарик с Китая. Стоит порядком. Стоит, наверное, в полной комплектации 25 долларов. По-моему, я за 25 или за 24 покупал. Блин, я точно не помню. Ну, я могу оставлю ссылку, откуда я покупал. Это не реклама. Мне его бесплатно никто не прислал. Я говорю о том, что насколько вещь удобна, и к этому надо сразу идти. Не размениваться на прожектора и пытаться восстановить освещение. Вот, на лобный фонарик у тебя всегда все видно. Ну, несравненно. Занозу загнал, к примеру. С фонариком ты ее прекрасно достанешь. Так бывает мало света. Подходишь к окну там или еще куда-то. С этим все видно. Там я велосипед ремонтировал. Я, короче, вот любой ремонт, где тебе нужно освещение, хоть чтобы было. Вот, на лобный фонарик, все. Это не только в стройке, это вообще повсеместно. Есть у него интересный момент у этого фонарика. Это больше касается сельских жителей. А, кстати, на велосипеде с ним тоже прекрасно. Едешь, все видно. Все перед тобой освещается. Свет мягкий. Свет, как это? Вот, когда особенно есть ближний и дальний, делается пятно засветки. Как-то ход спот, по-моему, или как его называют. Ну, вот, когда перед тобой пятно пересвечено. Слишком яркий свет. А по краям уже мало света. Здесь свет, здесь, если я не ошибаюсь, ну, цвет у этих самых, у светодиодов один. Тени, как таковых, нету, потому что два светодиода дают, чуть-чуть с разных ракурсов освещают. То есть, нету четкой тени у предмета. Более мягкая, размытая. То есть, это тоже очень удобно. Ну, значит, вы поняли, да, у меня одни сплошные положительные отзывы об этом фонарике. Кроме цены. Ну, как бы, если можно купить, конечно, фонарик и за 20 рублей. Но лучше купить хороший фонарик. В машине работать. То есть, он нигде не мешает, нигде не цепляется. То есть, ну, ты, как бы, ты же голову защищаешь. То есть, ты посмотрел так, посмотрел так, ну, и небольшие габариты. Как я там смотрел, один по центру здоровый, два по краям поменьше. Либо вот как светодиодная лента. Ну, нет, все это какое-то ересь какая-то. Вот. А, про момент для сельских жителей. Когда идешь по улице гулять вечером, в собак или еще что, ты идешь, ну, освещение, как у нас, практически нет освещения в деревне. Там два фонаря светят где-то. Идешь фонариком, светишь, ну, как бы нормально. Идешь, идешь. А как только пошел гулять с собакой и с этим фонариком, я не под... Как это сказать? Я не подозревал, что у нас такое огромное количество котов, либо живности какой-то. Потому что, когда ты идешь, светишь у животных, глаза отражают свет. Идешь с фонариком, ты этого не видишь. Когда... с ручным фонариком в руках. Когда ты идешь налобным фонариком, свет, отражаясь от глаз животных, сразу попадает, ну, под прямую, к тебе возвращается. И в эту область попадает отраженный свет. И ты идешь и по всяким кустам, ну, везде, там, на доме у меня, глаза светятся. И жутковато. Поначалу жутковато. Очень необычно. Ну, потом ты понимаешь, что взрослый человек, что это не волки, там, и потусторонняя живность. Нет, это коты, собаки, там, кто сидит, кто спит. И все, они на звук реагируют, на тебя посмотрели. А у тебя в глазах, у тебя отражается свет, и ты, желтые, там, зеленые глаза на тебя смотрят. А причем отражение такое яркое, ну, становится не по себе. Это все, что я хотел сказать по фонарику. Налобный фонарик освободит ваши руки. Вы можете работать как угодно. Применение обширное. Не только на стройке, да повсеместно. Везде в помещении, говорю, залезть в шкаф, вещи найти, в машину залезть, посмотреть. Даже при свете дня, ты вот залазишь в машину, там, в двигатель, там все равно тень, там плохо видно. Включаешь фонарик, и все, и сразу видно все. Огромный плюс, вот куда ты смотришь, ты же всегда голову, голову поворачиваешь, там везде светло. Так, что у нас по режимам работы? Вот он включился, сбоку всегда горит, а, нет, уже не горит. При включении горит зеленая лампочка, она, по-моему, даже является индикатором зарядки аккумулятора. Ну, я-то, я не знаю, для меня это не сильно важно. Ну, и вот, как меняется у нас свет. Так, это включаем. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот минимальная, ну, то есть вы видели, да? То есть, зажав кнопку на включение, зажав кнопку включения, меняется яркость. Ну, вот, третий, вот, третий уровень яркости, я его в основном использую. На прогулке могу включить четвертый, чтобы, ну, там, дальше, там, какая дальность, дальность, чтобы была. Можно пятый включить пятый, и вообще реально ярко светит, но греется очень сильно. Фонарик. Фонарик изго... Ой, яркий какой. Фонарик изготовлен из, ну, наверное, алюминия, я так понимаю, ребристый для теплоотвода. С одной стороны, как я уже показывал, вынимается фонарик, аккумулятор. Со второй стороны он до конца не выкручивается, где кнопка включения, там же является и разъем Type-C для подзарядки. Комплектацию я точно не помню, но я уже говорил, что коробочка, инструкция, паспорт. Вот такая коробочка. Такая вот инструкция, понятно, что она никому не нужна. Аккумулятор и лента. Если этот фонарик можно купить дешевле, если брать неполную комплектацию, но тогда он приходит без аккумулятора и без ленты. Не советую. Я лучше все взять в комплекте, тем более 3000 мА, элемент питания 18650. И вот такое, что-то тут написано. Элемент питания 18650, надо нечаянно. Куда же мы без чайной? Ну, наверное, я так сумбурно немножко... Я давно хотел снять этот ролик, рассказать про эти фонарики, насколько просто удобно. Вот это поймет меня тот, кто столкнулся с недостатком освещения на рабочем месте. Даже вот я уже уверен, что вот в этом году мне надо собирать стропильню, стропильную систему, крыть крышу. Я думаю, что, скорее всего, он будет постоянно у меня под рукой, либо на лбу. Ну, естественно, что на лбу. Потому что в любом случае всегда в какие-то моменты не хватает света. Это все равно, что как шуруповерт с подсветкой. То есть у человека, который шуруповерт без подсветки, ну, а мне и так хорошо. И так достаточно. Я там фонарик положил, а вот у меня первый шуруповерт был без подсветки, а второй с подсветкой. Ну, все. Эта подсветка, она решает, она очень облегчает работу, крайне облегчает. Всегда видно. Так и с налобными фонариками. Можно купить любой. Побойни и большие, и малые, и ленты продаются. Но я, честно сказать, у меня... Я с лентой не работал. Я хотел заказать в свое время ленту. Думал, тоже мягкий свет будет освещать. Ну, как-то что-то я не слишком про них хорошо отзывы слышал. Но за этот фонарик я ручаюсь. Если вы его приобретете... Ну, к сожалению, у нас, наверное, в продаже-то его не найти. Только с Китая ждать. А это полтора-два месяца. Плюс еще добавили налога нам 20% НДС. Но он того стоит. Причем я и купил себе. Потом купил жене. Глядя на нас, матери купил. Вещь замечательная. Отказываться от удобства, от такого удобства не стоит. Дождя, в принципе, он не боится. Да и под дождем вы не будете стоять и работать. Ну, по фонарикам, наверное, все. Фонарик наломный рекомендую. В любом случае. Но если у вас другой, то пожалуйста. Я конкретно говорю за эту модель. Потому что испытал. Причем заказывал я его. Покупал я его, наверное, года полтора назад. Просто все руки не доходили. Сразу у меня восторжено. Сразу вызвало восторг у меня. Только что руки не доходили. Все. Ну, вот решил сейчас отснять. Прошло полтора-два года, наверное, как я его купил. Полтора, наверное, где-то года прошло. Крайне-крайне-крайне-крайне хорошая вещь. Поездки на велосипедах в вечернее время. На руле фонарик тоже хорошо есть. Если есть. Если нет, то с этим фонариком можно спокойно обойтись. Ну, только что, наверное, комары, домашки будут в лицо лезть. Как вариант. Ну, вот и прогулки в вечернее время по лесу. Либо по деревне. Ну, короче, где вот котов много. Имейте в виду. Идете, и это от света эти глаз. А они, блин, они везде оказываются. Так ты их не видишь в темноте, тем более не видно. А как идешь по деревне гуляешь, там светится, там светится. И, блин, и там, и там, и там. Казалось бы, вроде бы там не было никого. А там глаза уже светятся. Ну, я не знаю, если пойти в лес вечером, там вообще, наверное, с ума сойдешь от страха. Там какие-нибудь волчьи глаза на тебя будут отсвечиваться. Надеюсь, что нет. Сейчас у нас 23 апреля. Прохладненько, прохладненько. Ну, благо, хоть вчера было 22. Еще вчера дождь лил. Сегодня уже получше будет. Стройки много, работы много. Будем заниматься. Забыл добавить. У него регулировка угла есть. Присутствует. То есть, пластиковое крепление на ремне. И вы можете менять угол освещения. Ну, вверх-вниз. То есть, там зубчатые колеса, зубчатые выступы есть. И вот этим самым шлицы тут есть, присутствуют на фонарике. Можно менять угол. Хотите вперед светите, хотите вниз светите. Ну, в общем-то, один раз угол выставил. И там, что с ним баловаться-то больше и не надо. Вещь крайне годная. Всем рекомендую. Рекомендую. Прям сильно рекомендую. Не пожалеете. Покупайте, не пожалеете. Хотите этот, хотите. Может, у вас какая-то другая фирма. Ну, то есть, малогабаритный, чтобы не был большим. И обязательно два ближних светодиода. Не ближний, не дальний. Не надо вот этой ерундой заниматься. Зачем там даль светить? Главное, чтобы два ближних светодиода светили перед тобой. Они создают большой мягкий свет. Все видно прекрасно. Яркость поменял. Как тебе удобно работаешь. Я про фирму. Я даже не знаю, что это за фирма. Я в описании напишу, что это за фирма. Скорее всего, если найду. Какая-то, ну, какая-то китайская. Вот это, наверное, и есть компания. Не беру судить. Ну, модель фонарика, скорее всего, вот эта. H25L. Про время работы я не могу сказать. Я не измерял, сколько он протянет на максимуме. Всегда мне на работу хватало. Как 4-5 часов, 6, я спокойно с ним работал. Больше я, ну, а дальше на зарядку ставил. Не было у меня цели узнать, сколько на этом аккумуляторе проживет этот фонарик. Ну, я думаю, долго. В любом случае, долго. Если не на максимальной яркости, а на третьей степени, вполне крайне комфортной. Больше и не надо. На максимальной, конечно же, ресурс падает. Достаточно времени, чтобы вы сумели закончить свою работу. Либо продлить ее на несколько часов. Ну, а дальше вечером на зарядку поставили. И опять работаете.